Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина и сегодня я буду сажать вот этого малыша. Специально оставила два крупных куска керамзита для тренажа. Это малыш и гречек. Сегодня, кстати, 13 августа. Он у меня от подруги и вот что это за сорт и как он должен цвести. Сажать я его буду вот в этот маленький стаканчик, потому что он еще совсем дитя. И единственное, я удалю ему вот этот листочек, тем более, что он начал от шеи, там уже сам, вот видите, сам уже стал от шейки портиться и уже у него тургор потерян, от него толку не будет. Ну и в избежание всякой, всякой заразы, его лучше удалить. Я его сегодня получила, распаковала посылочку и поставила в воду его и остальные орхидеечки, которые получила. И вот буду их уже сажать. Поставила в воду, чтобы уже они, корешочки, напоились дороги и немножечко пришли в себя. И вот с мокрыми корешочками я их и посажу. Заранее положу пенопласт под попку. У него тут корешулька, вот этот вот торчит вверх. Хотелось бы, конечно, чтобы он лег туда, но он не хочет. Ну ладно, не хочет, я не стану его заставлять. И сейчас просто засыплю корой, раз у меня осталось немножечко коры. ему хватит на посадку. У меня еще орхидеечки ждут посадки. И вот буду еще нарезать кору. Кора лесная, собранная вручную. Она у меня от другой подруги, за что ей огромнейшее просто спасибо, потому что мне очень нравится эта вот натуральная кора. Она, конечно, еще совсем не впитывает толком, но мне нравится, как себя чувствуют орхидеечки в этой коре. Они спокойненько растут, приспокойненько чувствуют себя замечательно. И в перемешку эта кора вот с такой вот щепочкой, с корой, купленной в Ашане, которые многим не нравятся. Но именно не нравится от того, что вот она вот такая вот тонкая, как, ну, не как она, а для мульчи просто эта кора. В нее можно сажать только очень влаголюбивые растения. Ну и вот специально я так и подмешала, чтобы эта кора мелкая, она как раз и впитывала пока что. Пока крупная кора не впитывает. Ну, первый полив, конечно, будет с фитоспорином. Наверное, завтра или послезавтра я вот посмотрю тут видны корешульки, посмотрю по их состоянию. Я думаю, что завтра уже будет первый полив. Вот эти корешочки я, наверное, укрою мхом, чтобы они не засаливались. Ну что, 14 августа, день после посадки следующий. И вот корешочки уже хотят пить, хоть вчера он и был политый. Корешочки уже высохли. И сегодня я его поливаю с фитоспорином. Вот так вот кора, когда не впитывает, и маленький першочек тем более, и орхидеечка легенькая, своего веса нет. А еще если под попой кусок пенополаста побольше, например, а стаканчик поменьше, вот так вот она всплывает. Можно, конечно, что-то, какую-нибудь тяжесть положить. Иногда ставлю какой-нибудь камушек, окаменелось какой-нибудь. Запросто можно резиночками закрепить, но здесь я уже не стану ничего делать, потому что орхидеечка, ну, всплывает и всплывает, ничего страшного. Когда кора начнет впитывать, кстати, это большой, главный показатель того, что кора начинает впитывать, когда орхидея перестает вот так вот всплывать уже. Кора уже начинает спокойненько получше уже впитывать влагу. И через пару часов я его солью. Опять же, сколько наливать воды в емкость орхидеи, это все на ваше усмотрение. На состояние цветочка, конечно, надо ориентироваться еще, чтобы шеечка была здоровенькая, корешочки были здоровенькие. И если считаете нужно, можете налить меньше воды. Это лишь мой опыт, я им делюсь с вами, и я его никому не навязываю, и не предъявляю это как только так вот и правильно, как вот иногда бывает у кого-то. Сегодня 22 ноября, прошли 3 месяца и 9 дней со дня покупки, ой, со дня посадки этой орхидеечки. И, кстати, я обнаружила, что оказывается на фотографии сорта, название сорта, здесь пропущена одна буковка, пропущена буковка R. Это не Дагон Три Уиллоу, а Драгон, Драгон. И вот как он выглядит спустя почти 3,5 месяца, вот так вот у него вырос вот этот листочек. Здесь я укрыла мхом корешочки, которые были снаружи. И вот вовсю лезут корешочки и воздушные, и в горшочке корешочки лезут вовсю. Вот такие у него корешульки. Скоро уже пора будет пересаживать его в горшочек побольше. Вот он меня радует, этот красавец. Ну, я надеюсь, что и дальше с ним все-все-все будет хорошо. Если видео вам понравилось, если оно было для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. И, кстати, мне интересно, есть ли у кого этот сорт, цвел ли он, как он процвел, понравился ли вам он в цветении. Мне будет очень интересно это все почитать. Также под видео в описании вы найдете ссылочку на мою группу ВКонтакте. Ну и всем пока, всем до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...